МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деменция. Это не название болезни, а скорее сочетание симптомов, которые меняют до неузнаваемости состояние больного. Люди забывают, забываются и теряют прежний ориентир под угрозой безопасности личной и состояния окружающих. Что о деменции неплохо знать каждому из нас? Спросим у экспертов студии. Итак, гости студии. Председатель управления Международного общественного объединения взаимопонимания Анжелика Аношко. Начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. исполкома Галина Мороз. Добрый день. Доцент кафедры психологии Белгосуниверситета, клинический нейропсихолог Анна Давидович. Спасибо, что приехали. С нами на связи из Минска в онлайн-гостиной Беларусь-4 Екатерина Сергеева и Ольга Серегина. Здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика, вполне возможно, что если бы вашей семье лично не коснулась проблема, которой сегодня посвящаем эфир, вы бы, как и многие зрители, уверен, многие зрители переспросили бы. Александр, деменция, напомните, это о чем? Да, думаю, так и было бы. Скорее всего, я бы понятие... Ну, слово такое, наверное, я уже слышала бы, но вряд ли я бы осознавала, что это вообще такое. Анна, подключайтесь к разговору. Как вы обычно объясняете, грубо говоря, на пальцах, что же такое деменция? Как бы три кита, на которых базируются. Ну, во-первых, это такие выраженные нарушения памяти. Может к этому присоединяться нарушение еще каких-то функций, например, движения, восприятия, речь, мышление. И, конечно, обязательно наличие... Вот все эти вещи, да, они приводят к тому, что мы наблюдаем у человека социальную дезадаптацию и неспособность его уже, ну, справляться с тем, с чем он справлялся до того, как это заболевание появилось в его жизни. То есть вот эти важные три вещи. И, конечно, ну, диагноз выставляется, когда мы все это наблюдаем в течение не менее полугода. И тогда мы уже говорим о деменции. Еще раз подчеркнем, деменция не болезнь, а сочетание симптомов. Давайте рассуждать так. Во-первых, есть разные степени выраженности, да, вот этого состояния. И, как правило, выделяют там легкое когнитивное расстройство, умеренное, и уже финал этого деменция. И мы наблюдаем, да, это шифруется диагностическим шифром деменция отдельно, но, как правило, в структуре другого какого-то заболевания. И большой процент – это болезнь Альцгеймера. В старческом возрасте, да, это, ну, там, безусловно, сосудистая деменция и прочие, да, вещи, заболевания, в которые включается в том числе и деменция. Деменция не равно старческое слабоумие? Вообще деменция, вот в старых таких учебниках, приобретенное слабоумие. То есть там врожденное делили, да, группа, и приобретенное. Деменция. И, естественно, например, деменция в структуре, у человека случился инсульт. Инсульт может произойти когда угодно. У человека произошла черепно-мозговая травма, или растет опухоль, и это приводит, да, к целому синдрому, и там есть деменция. Согласитесь, это может случиться в любом возрасте. И у детей в определенный момент, да, мы тоже уже можем говорить о деменции, о приобретенном слабоумии. Буквально коротко, что вам известно о статистике мировой, страновой? Ну, вообще статистика неприятная, она растет, и в среднем это около 10 миллионов в год добавляются людей, да, и количество растет. И в Беларуси, вот мне известна статистика на 18-й год, диагностировано около трех тысяч, но это диагностировано. А реальность это десятки тысяч. Какое количество не обращалось, замалчивало, скрывало. Возвращаясь к вашей личной истории, я понимаю, что в студии, в эфире об этом вдвойне сложно говорить. Когда вы впервые начали замечать первое проявление деменции у вашей матери? Ну, это случилось где-то 13 лет назад примерно, и это проявилось даже не в том, что она какие-то вещи забывала, то есть, ну, конечно, она что-то забывала, что-то путала, но к этому как раз мы относились достаточно легко, думая, что это естественно для любого человека в определенном возрасте. Но когда у неё начались фантазии, когда она стала что-то рассказывать, чего не могло быть на самом деле, вот тогда мы это заметили. Но опять же, мы это заметили, когда рассказы стали касаться нас. Когда в эти истории были замешаны мы, и мы понимали, нет, мы этого не делали, нет, этого не происходило. Значит, что-то не то, она что-то придумывает. Поведение человека с деменцией меняется, но проще ведь, в том числе и от незнания сказать, да это с возрастом характера изменился. Дело в том, что действительно, наверное, человеку, который никогда не сталкивался и не был в этой проблеме, вот так вот вычленить, где естественный процесс старения, да, а где уже подступает деменция, действительно очень сложно. Но есть вот те симптомы, о которых говорила Анжелика, но первое, что к нам приходит, и мы это начинаем замечать, это нарушение памяти. Ну, ага, а вдруг это нормально, да, ну, вот где-то что-то подзабыл. Тут важный момент, может ли человек сам это компенсировать? Какой-то узелочек на память, придумать, как запомнить, да, ну, все мы начинаем пользоваться с возрастом какими-то вот мнемическими приемами. Если человек этого не делает, это повод насторожиться. И, безусловно, вот то, что описывает Анжелика, начинает меняться личность. Вот это уже должно тревожить. То есть не просто какие-то там интеллектуальные, да, процессы, а личность. То есть эмоция меняется, появляются реакции, которые не были свойственны человеку до этого, появляются вот и систематизируются уже какие-то вот идеи, да, такие странные там, ну, вплоть до возникновения параноидальных мыслей. О ситуации в стране и специфике поисковой работы мнение в тему командира поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергея Ковгана. Внимание на экран. На территории Беларуси ежегодно поступает свыше 10 тысяч обращений о безвестном исчезновении граждан. Эти обращения поступают в правоохранительные органы и частично к нам. Из, наверное, этой категории людей следует отметить, что это дети, это люди преклонного возраста, что достаточно часто возникает и становится проблемой при их поиске. В том числе, в достаточно большом количестве, это обращения с просьбой оказать помощь именно в городе в поиске человека с потерей памяти. Если говорить о частоте обращений такого рода, я бы сказал, что они происходят, если не ежедневно, то еженедельно это точно. Есть четко выраженное время года, когда происходят всплески подобного рода обращений. Это сезонная, это осень и весна, когда происходит обострение и эти обращения значительно возрастают. Обычно эти люди не просят помощи, не склонны просить помощь, так как сами дезориентированы и объективно не понимают, где находятся и что происходит. Это дополнительный фактор того, что им, скорее всего, мало кто поможет, потому что, чтобы понять, что человек дезориентирован и нуждается в помощи, требуется как минимум обратить на него внимание, либо обладать какими-то навыками, которые могут подсказать, что здесь требуется помощь. Спасибо большое Сергею. Но мы продолжаем. Как описать состояние и, что важно, работоспособность членов семьи, где появился человек с деменцией? Анжелик. Я всегда говорю, что человек с деменцией в семье – это катастрофа. Особенно на начальном этапе. Пока семья как-то сумела встроиться в изменившуюся ситуацию, вот это на самом деле большая катастрофа. К этому же никто не готовился и нигде не готовят? Да, у нас к этому не готовят, но в некоторых странах сегодня к этому готовят, и, наверное, Екатерина больше об этом расскажет. Я не буду на этом останавливаться. К сожалению, ну, по крайней мере, мы 13 лет назад, когда все это случилось, мы не могли или не знали, где мы можем получить информацию об этом состоянии. Мы вообще не понимали, что происходит. И, насколько мне известно, сегодня большая часть членов семьи по-прежнему продолжают не понимать, что происходит с их родственниками, когда начинаются какие-то проблемы. Катастрофа заключается для самих людей, которые страдают деменцией, в том, что у них меняется состояние, меняется их восприятие мира, меняется вообще все. То есть у человека происходит вдруг очень много всего неожиданного, незнакомого, плохого. Ну, у некоторых, наверное, хорошего в их сознании, по-разному, видимо. Но у нас был опыт, у нас происходило все плохо. Если вы живете вместе с таким человеком, значит, нужно менять жилое пространство вокруг себя. Первое, чтобы обеспечить безопасность этому человеку, чтобы обеспечить безопасность себе. Это рушится все, горит все. То есть человек неадекватно обращается с водой, с какими-то электроприборами, с газовой плитой, если дом газифицирован. Это чисто бытовые такие вещи, да? Вот. Но деменция вообще, она сложна чем? Катастрофа в чем? Не сама по себе деменция, а вот те поведенческие нюансы, которые она с собой приносит. Человек начинает вести себя совершенно неадекватно и неожиданно для членов семьи. И еще, наверное, что страшно, тот человек, который сотворил страшное и непонятное, на завтра может повторить эту же историю. Он не обжегся один раз и не научился на свои ошибки. Нет, нет, он не научился. Он повторит то же самое и даже не завтра, а через несколько минут, может быть, в любой момент, в любую секунду. Но здесь ведь есть еще такой момент. С одной стороны, семья страдает от того, что делает этот человек. Необходимо быстро принимать решения, необходимо реагировать, необходимо менять быт вокруг, необходимо что-то делать с возможностью своей работы, потому что такого человека часто нельзя оставить одного. И, кроме того, семья переживает очень тяжелый психологический прессинг. И, на мой взгляд, это самое страшное, что происходит. Все остальные проблемы можно как-то решить, да, найти для них удобное решение. Но психологическое состояние близких, особенно на первых этапах, оно очень сложное. Во-первых, сложно выстраивать отношения с этим человеком. Это вот вся жизнь превращается в один большой театр. То есть вы понимаете, что вроде бы, да, это давно известный мой родной, близкий человек, но сегодня и дальше это уже не тот человек, которого я знал и мог предположить, что будет дальше. Да. Мало того, чтобы научиться как-то управлять поведением этого человека, а это необходимо делать, очень важно, как можно быстрее понять, что нужно встраиваться в роли этого человека. Нужно встраиваться в его жизнь. Ни в коем случае нельзя его переубеждать в чем-то. Это бесполезно. Мы становимся актерами в театре, где мы не знаем заранее, какую роль в тот или иной момент нам придется играть. Но чем лучше мы эти роли и чем быстрее научимся играть, тем больше вероятность, что нам удастся справляться, купировать какие-то сложные ситуации. Анна, как бы вы описали состояние членов семьи, которые оказались в одной квартире, зачастую в небольшом пространстве, рядом с человеком, больным деменцией? Ой, это вообще такой очень сложный, ну что ли, экзистенциальный, я не знаю, такой трогающий душу вопрос. Вот у меня тоже был такой опыт в семье, да, и я могу сказать, что тяжелое испытание это еще и потому, что ты вот просто, ну в самом деле, задаешь себе вопрос, где у человека душа? То есть вот телесная оболочка, вот такой вот он родной, близкий, да, и до неузнаваемости измененное вот это поведение, это тяжелейшее испытание, особенно, ну скажем так, если в семье есть дети, да, и им сложно достаточно это объяснить и проговорить, что вот бабушка вот так, а вот теперь она вот так, да, поменялась. Анжелика, да, описывает случай, когда был такой очень выраженный, эмоциональный, личностный вот этот компонент. А бывает, знаете, такой прям вот распад, ну, навыков элементарных там самообслуживания, тяжелейший распад этих навыков. Это очень тяжелое испытание. И к огромному сожалению, люди, что ли, ну вроде как, вот он больной, а я здоровый, да, и я тут вот не должен как-то страдать, а должен вот тянуть на себе это тащить. Насколько хватает терпения в большинстве случаев, вот как по-вашему? Такой вопрос странный, потому что, ну вот, когда, там говорим, хватает терпения. Это не терпение, это жизнь, ты живешь, все, ты в этой ситуации внутри. Жизнь, но люди в какой-то момент при всей любви понимают, что и жизнь есть и у других, и у окружающих, про которых вы говорите. Любовь и терпение – это разные вещи. И, ну, не то, что там любовь заканчивается, да, даже когда человек там до неузнаваемости, все равно это остается. И вот, кстати, вот этот вот момент, что общество, ах, как вот ты вот так вот, да, это же твоя мать. Само слово терпение, я думаю, мы все здесь должны сейчас, может быть, даже извиниться перед теми родственниками, которые нас слышат за слово терпение, потому что вот для меня, например, как для члена семьи это звучит даже немножечко оскорбительно, потому что, знаете, терпение – это все-таки такая категория, которая, ну, вроде как взывает к нашей силе воли, да, к нашему какому-то, ну, смирению в определенной степени. Но жизнь с таким человеком заставляет нас не только терпеть какие-то вещи. Насколько долго мы с этим человеком можем прожить, всегда очень индивидуально. Это зависит от материальных возможностей семьи, от возможностей, как сказала Анна, найти кому-то из членов этой семьи, возможность не работать, да, например, а ухаживать за человеком, находиться рядом с ним. От того, где эти люди живут, в каких условиях – это тоже очень важный момент. Как важно, чтобы окружающие хотя бы просто знали, что в семье такая проблема есть. Потому что ведь до того момента, когда беда станет очевидной, человек успевает создать вот окружающий какой-то фон, да, то есть человек с начинающейся деменцией… То есть почему меняются и близкие, и про это нужно говорить? Он рассказывает разные небылицы, соседям, знакомым, друзьям, родственникам, которые, не живя, не находясь с ним ежедневно в одном помещении, да, на одной территории, они не понимают, они верят ему, потому что внешне он совершенно адекватен, они не понимают, что происходит. И, естественно, очень много негатива сваливается на родственников. Очень часто также и излишняя опека со стороны близких родственников, детей особенно, наверное, тоже может являться дополнительным таким стимулом для развития этого состояния. Я это могу сказать из личного опыта. Иногда, думая, что мы очень ответственно должны действовать как дети, мы ограждаем человека от каких-то лишних забот, от лишней активности, думая, что мы облегчаем жизнь, мы не даем убирать квартиру, мыть посуду, ходить в магазин, то есть мы думаем, что отбираем эти обязанности у человека, делая его жизнь лучше. На самом деле, чем менее активен человек, тем быстрее у него будет развиваться это состояние. То есть мы делаем не лучше, мы делаем хуже. Мой вопрос в онлайн-гостиную «Беларусь-4» психологу-тренеру по лично-сто ориентированному подходу, эксперту в области ментального здоровья Екатерине Сергеевой. Катерин, подключайтесь к диалогу. Получается не что иное, как замкнутый круг. Ведь, с одной стороны, люди с деменцией полностью зависимы от настроения своих близких. С другой стороны, настроение и настрой окружающих в семье зависит от накопившихся усталости и стресса. Как быть? Вы правы. И я позволю первое, что сказать, это о том, что если я, например, буду говорить о тех людях, которые живут с деменцией, то я буду использовать формулировку именно «живут с деменцией». Не страдают, не болеют, потому что тем самым мы очень, ну, настолько сильно сгущаем краски, что это становится страшно до того, как даже появятся очень явные симптомы, к сожалению. Семья уже начинает бояться любых намёков. И когда мы говорим о том, что в семье заметили нарушение памяти, это означает, что где-то минимум три года, а иногда и пять, у человека за собой уже изменения замечал. И настолько пугался, эмоционально реагировал, настолько будоражился и будоражил всю семью, что могли проблемы, связанные как будто бы с поведением и с плохим характером, начаться раньше, но их никак не могли не связывать. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что если то же самое будет делать маленький ребёнок, у нас таких реакций не будет. Мы будем спокойно отвечать десять раз на одни и те же вопросы, подбирать то, что разбросали, если где-то взяли там не те предметы. И вот эта внутренняя готовность является самым, ну, если мы не говорим о медицинской самой составляющей, то для родственников самым большим и сложным вопросом это по-другому посмотреть на своего близкого. Он и правда уже не тот. Вроде бы всё просто и всё-таки далеко не так. Что посоветуете семье, в которой всё или практически всё перевернулось с ног на голову? Первое – это посмотреть по-другому на квартиру, как будто у вас появился совершенно маленький ребёнок, ничего лишнего, ничего мелкого, ничего, что может нарушить безопасность вашу или человека. Это нужно настолько внимательно всё просмотреть, что иногда это половина квартиры просто вот выносится. И нежелательно перевозить человека ни в какое другое место. То есть, когда мы говорим о том, что его нужно куда-то забрать, то это может значительно усугубить состояние. Поэтому лучше, чтобы человек оставался в своём привычном месте. И даже иногда врачи не рекомендуют делать ремонты. Нужно подготовиться к тому, что сложности будут. Нужно будет готовиться потихоньку, что нужно будет обращаться за помощью, либо сам член семьи будет что-то делать дополнительно, либо приглашать другого человека, уже такого специалиста-помощника. У нас есть случаи, когда семьи устанавливали видеокамеры, и почти до последнего бабушка с тяжёлыми когнитивными состояниями, с уже официальным диагнозом могла проживать самостоятельно. Потому что в каждой комнате была камера, и по телефону все вопросы бытовые решались, а доступ она сама ни к чему не имела. То есть это в прямом смысле слова – все одинаковые кружки, все одинаковые тарелки, только конкретного цвета, чтобы инструкцию любую можно было сказать и выполнить просто по телефону, под наблюдением камеры. Вы, как специалист, уверен, убеждены – выход есть в любой, даже самой сложной ситуации. И всё-таки как быть? Деменция не лечится? Не лечится, но с этим состоянием порой люди живут 20 лет. И очень важно говорить о том, что очень важна ранняя диагностика, очень. Потому что если мы подхватим на ранних стадиях, когда нет таких бурных явных проявлений, мы можем как раз то качество жизни на 10-15 лет облегчить и себе, и нашему близкому, и Тарас. Плюс ко всему обязательно соблюдать вот эти все рекомендации врачей по сахарному диабету, по гипертонии, потому что это очень серьёзно влияет на работу мозга и вообще на любое сопутствующее. И вот понимаете, такой настрой, он значительно облегчит совместное проживание. Потому что если вы придёте в семью, она будет вам рассказывать о боли. В нашей семье была такая же история, но при этом там столько любви, там столько нежности. И вот пока невозможно ситуацию принять, что болезнь заняла территорию больше, всё больше и больше, то выглядит это так, что мы её как будто бы не замечаем. А потом, когда поняли, что это болезнь, то это становится только болезнью, перестаём замечать человека с какими-то другими своими, точно так же мы болезненными переживаниями. Когда мы описываем вот эти страшные стадии, до этих стадий есть ещё 10-15 лет совсем другого. И мы можем уже тогда научить писать списки, большими где-то телефоны, где-то пользоваться чайником, где-то пользоваться микроволновкой. Мы не сможем этому научить, когда уже человеку поставлен диагноз. Спасибо, Екатерина. Вот в продолжении темы. Наша привычка или даже традиция, называйте, как хотите, не выносить ссоры из избы, мы об этом начинали говорить, являются бомбой замедленного действия? Ведь у нас, ну якобы там, да, условно нормальных людей, ещё пока, может, уже, да, не страдающих деменцией, есть огромный вот действительно страх примерить на себя эту роль. И когда мы видим там мать свою, бабушку, мы волей-неволей у нас срабатывают такие защитные механизмы, что вот так будет со мной, мне это страшно, я не хочу это принимать, видеть, отодвигаю. И, к сожалению, да, это такой, ну, стигматизирующий момент, вот деменция, там, слабоумие, вынести вот этот, ну, так у нас вообще укоренено, в принципе, какие-то вот такие ментальные заболевания, не только деменция, вообще проблемы ментальные. Проще отгородиться. Мы стараемся не самому, да, и сам ты долго, в общем-то, эту мысль не допускаешь, это правда, и отодвигаешь от себя эти переживания. Так вот, если мы посмотрим и призадумаемся, но и окружающим не презентировать, и стараться вот как бы защитить, и это и неврологические проблемы в том числе, про эпилепсию, стыдно сказать, да, вот такая вот стигматизация, там, что уж говорить про деменцию или шизофрению, или еще что-то. Сами эти вообще диагнозы, вот они действительно, они такие... Страшат. Страшат. По понятным причинам, членам семьи, о которых мы говорили, и самим неплохо было бы обратиться за помощью к специалисту. Поймите, это не так очевидно для людей. Те, кто находится не в теме, никак с этим не связан, человек никогда не сталкивался с проблемой, там, поиска психологической помощи, это не так уж и легко вот это сделать. Ну и опять-таки, вот у нас есть такой, вот он, да, мой близкий страдает, а я, ну что, я там как-то переживу, потерплю, хотя от нашего психологического благополучия зависит качество жизни и человека с деменцией в том числе. Это очень важно обратиться и здесь как-то поберечь себя и выстроить себя и дать себе поддержку, но так не принято у нас. Ну, я думаю, вот там не то, что... Это тоже дело эволюции, да? Чем чаще мы будем говорить об этой проблеме, чем чаще будем говорить, что это бытность наша и с этим нужно что-то делать, тем вдвойне нормы эти будут становиться нормами. Это дело информированности, понимаете? То есть если человек бы обладал знанием о том, что он может туда пойти, сюда пойти, тут получить помощь, ну вот, пожалуйста, вот приходит там первое обращение, куда мы идем все? К врачу, в поликлинику. Давайте честно посмотрим на этом этапе. Когда мы приходим просто к терапевту и терапевт явно видит, что там пожилой человек, допустим, вот мама там пришла с дочкой, он не может там вспомнить свой адрес. И в пору бы, да, тут сказать, ммм, вам стоит вот насторожиться, да, и пройти там туда-то и туда-то. Но часто ли вот в этой там суете поликлинически можно получить такую помощь? А вдвойне там, что уж тут говорить про родственника человека с деменцией. И еще одна важная деталь. Как можно отслеживать передвижение больного человека ради его же безопасности? Слово командиру поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергею Ковгану. Очень важно, как минимум, например, можно написать какие-то записки, жетон с фамилией, именем, отчеством, с адресом проживания, с контактными телефонами родственников, либо медицинского персонала. Подкладывают очень часто и подшивают к одежде бирки с фамилией и данными человека, который теряет память. Я бы отметил еще, что в 21 веке очень активно используется слежение по GPS. Это начиная от мобильного устройства, мобильного телефона с возможным подключением приложений, которые позволяют отслеживать местоположение человека. Это детские, те же детские GPS-часы, которые позволяют определить местоположение человека. Но есть отдельная категория людей с потерей памяти, сопутствующие еще расстройствам какого-нибудь психического здоровья, которые ввиду состояния своего здоровья не контролируют и могут забыть мобильный телефон, снять хаотично и даже не осознавая этого детские часы с руки и теряется смысл этого контроля, потому что человек выбрасывает эти гаджеты или оставляет их дома. И для этого разработаны специальные устройства, замыкающиеся на руку. Это специальные браслеты, которые позволяют отслеживать местоположение человека под GPS, но при этом его невозможно самостоятельно снять с руки. Подобного рода несчастные случаи, когда люди уходят с территории частного дома, из деревни и становятся жертвой того, что они попадают в лес. И там уже помощи попросить не у кого, и никто не обратит внимания на то, что человек ходит по лесу и он просто погибает. Вот это очень страшно. Но это действительно проблема, потому что его найти никак невозможно оперативно. Чем отличается человек с потерей памяти от здравомыслящего человека? Если потерялся человек здравомыслящий, он выйдет, например, на линейный ориентир, на дорогу, и он пойдет по этой дороге, он поймет, что это дорога к людям условно, к какому-то населенному пункту. А если человек потерял память и не понимает вообще, где он находится и что происходит, то он запросто эту дорогу перейдет, пересечет и пойдет дальше в лес. И поэтому оказывать помощь в поисках таких людей где-то на пересеченной местности, в лесу, это очень сложно и зачастую бывает очень поздно. Поэтому в большинстве случаев нет альтернативы использованию вот таких вот гаджетов, которые позволяют оперативно отслеживать местоположение группы. Галина, подключайтесь к разговору. По понятным причинам люди, больные деменцией, достаточно часто проводят остаток жизни в интернатных учреждениях. Какое их количество сегодня в регионе, достаточно ли их? Ну, у нас в области всего 14 домов интернатов. В большинстве, конечно, это психоневрологические, их 9, 3 общего типа и 2 для детей инвалидов с особенностями развития. Хочу сказать, что очередности в дома интерната сегодня у нас нет. Конечно, для любой семьи, как говорила Анжелика, это большой стресс отдать своего родного человека, любимого, хотя и в хорошие условия, потому что, к сожалению, действительно там они очень быстро угасают. И, как правило, там, конечно, у нас находятся люди, которые в большинстве случаев одиноки. Кому показано нахождение в таких учреждениях? Ведь речь далеко не о всех людях, имеющих диагноз деменция. Абсолютно верно. В дома интернаты в первую очередь поселяются люди, которые имеют на это медицинские показания. И нет противопоказаний. Вот это в первую очередь. В зависимости вот от этих медицинских показаний, независимо от того, есть диагноз деменция, не всегда даже в медицинских документах, как я вам говорила, вообще указывается этот диагноз. Поэтому в зависимости от вот этих медицинских показаний можно либо нельзя, определяется и тип интерната. Либо это общий тип, либо это психоневрологического профиля. Если говорить об условиях, то поселяются люди как на бесплатной, так и на платной основе. В большинстве случаев на бесплатной поселяются только одинокие пожилые люди и инвалиды, остальные как бы платят за свое проживание. Если говорить о размере оплаты, то от 400 рублей оплата. И это ведь справедливости ради не только проживания, но и лечения под надзором специалиста. Да, конечно. Без медицинской составляющей здесь никак не обойтись, потому что люди же проживают и нуждаются не только просто в каком-то присмотре персонала, да, в постоянном уходе. И, конечно же, нужна еще и медицинская помощь. Поэтому все интернаты у нас укомплектованы штатами медицинскими. Это и врачи, и медсестры. Есть различные кабинеты медицинские и физиотерапии, и лечебной физкультуры, и стоматологические, вот, изоляторы. То есть все, что необходимо человеку в его простой жизни, да, для того, чтобы иметь и медицинскую помощь. И очень активно мы работаем с учреждениями здравоохранения, которые тоже оказывают различные виды помощи. А вот интересно, как часто родственники имеют возможность посещать своих больных, близких, и могут ли сделать им небольшие каникулы, забрать домой хотя бы на несколько дней? Никто не ограничивает сегодня родственников посетить своих родных в любое для них удобное время. И точно так же, как и забрать их домой. Поскольку, понятное дело, это же не учреждения настолько закрытого типа, чтобы мы могли ограничить эти посещения. Но, к сожалению, к слову, хочу сказать, что сегодня как раз-таки эти посещения у нас и ограничены в связи вот с этой эпидеми-ситуацией в стране. Пока родственники не могут посещать своих родных. Ну, ситуация когда-нибудь изменится, и наши учреждения, надеюсь, в скором времени начнут работать уже в нормальном режиме. Анна, вот тоже очень важная информация для того, чтобы просто каждый, кто смотрит этот разговор, правильно расставил все точки над «и». В каком возрасте чаще всего проявляются симптомы деменции? Какие звоночки действительно повод задуматься и обратиться к специалисту? Про звоночки все-таки вот эти нарушения памяти, которые сам человек уже не может контролировать и компенсировать. То есть, если человек справляется, до какого-то момента он находит там способы, да. Чтобы не пугать зрителей, потому что то и дело, наверное, каждый из нас может что-то забыть. Конечно. Это не является проблемой. Конечно, конечно, особенно. Смотрите, ведь с возрастом, ну что у нас ослабевает? Такая механическая память. Запомнить ряды цифр, да, или там вот какие-то. Забыли имя, не запомнили номер телефона. Это не страшно. Это не страшно. Мы через какой-то ассоциативный ряд используем какие-то средства для запоминания. Кто-то себе там что-то пишет в блокнотике, делает пометочки. Мы справляемся. В какой момент ситуация выходит за рамки? Да, вот человек перестал это делать. Он не может вспомнить и не может использовать никакие, ну как бы вспомогательные средства для того, чтобы актуализировать информацию. И придумать себе не может какую-то такую фишку, которая поможет запоминать. Один из таких важных моментов, что ли, нет прироста новой информации. То есть то, что было давно, оно там еще более-менее помнится. А вот все, что происходило недавно, уже не прирастает. И такие простейшие навыки не прирастают. Например, включать стиральную машинку. Вот пытаются научить маме. Купили стиральную машинку. Она сегодня показывает, а завтра она ей пользоваться не может. То есть не происходит вот прироста, да, новой информации. Ну и безусловно, мне кажется, что близкие должны очень чутко среагировать на вот эти личностные изменения, которые... Явные изменения поведенческого состояния. Ну, личность и поведение немножко разные вещи. Но безусловно, мы будем иметь поведенческие проявления. Но если появляется вот эта, да, какая-то немотивированная, возможно, агрессия, какие-то изменения, переоценка, событий, которые были, да, вот эти родственники, возможно, да, они уже видятся не в таком хорошем свете. Всегда были хорошими, стали плохими. От агрессии к пассивности. Да, иногда, да. И вот я бы обратила внимание, но тоже скажу из своего опыта, перестает интересовать то, что интересовало и было раньше сферы интересов человека. Вот читал книги, да, смотрел фильмы, листал журналы, может быть, вязал, и тут раз, и вот оно потихоньку угасает, угасает, и становится вот этот мотивационный компонент слабым. Не интересно, не хочется, не нужно, да, и человек вот как бы... Повод задуматься. Да. И снова к онлайн-гостиной «Беларусь-4». Мой вопрос волонтеру проекта «Скажем, одиночеству нет» Ольге Серегиной. Ольга Ивановна, скажите, вот как давно вы стали задумываться о проблеме деменции? Очень давно, но самое главное, сегодня я услышала от доктора-невролога, буквально как будто я побывала у неё на приёме, и у меня нет ни одного симптома. И это радостно, ведь я могла бы быть мамой для всех, которые сегодня в этой передаче, мне 73 года. А проблема, это меня интересует, когда начала стареть моя мама. Мама, у неё была феноменальная память, она была в здравом уме, на своях, прожила 93 года. И в это же время у меня было много подруг из Германии Австрии по гуманитарным проектам, а они своих мам сдали вот такие интернаты из-за деменции как раз. И когда я посещала вместе с ними в Германии вот эти интернаты, нет, это не интернаты, это скорее пансионаты, то я всё время восхищалась, в каком хорошем состоянии они там, какое достойное обслуживание, чистота, никаких запахов. Ольга Ивановна, как объяснить, что в отличие от вас, большинство белорусов и белорусок в возрасте 60+, об этом не думают? У меня все подруги 60, но больше 70+. Все они думают, у всех что-то происходило. У кого-то мама была с инсультом и деменция была, у кого-то мама после сахарной болезни или болезни, вылетела из головы, когда трясутся руки. В любом случае, мои подруги все волновались, интересовались людей, которые заботятся и о своём здоровье, и о здоровье близких. Поэтому я бы не сказала, что большинство белорусов не думает про это. Думаю. Проблема в том, что я-то живу одна, мои дети отдельно, один сын в России, второй здесь, но мы живём отдельно. И вот это проблема. Кто будет со мной играть роли, как говорила Анжелика, если это случится? Куда я попаду потом? Сейчас я думаю, что дети мои не признают, но где-то примеривают вот это, эти роли. Ольга Ивановна, и в завершении нашего разговора, как вы работаете на профилактику, что посоветуете нашим зрителям? Я вообще-то на профилактику не работаю и не живу. Я живу нормальной жизнью. Как уже сказала, симптомов не видно. Я люблю читать, я люблю рисовать. Я счастлива, если вижу мои картины у моих друзей, у моих детей. И это вот всё в фонде взаимопонимания, в проекте «Скажем одиночеству нет». Мы там пишем рассказы, вспоминаем. Я бы сказала, что я всю жизнь, так же, как и мои друзья, у нас здоровое питание. Я ничего не курю, что у меня в порядке. Рыбу осознанно стараюсь есть два раза в неделю. Пусть это недорогая рыба, но обязательно. Далее витамин D. Это тоже совет моего сына. Обязательно витамин D. Но самое главное, я так понимаю, активная жизненная позиция. Спасибо, Ольга Ивановна, за активную жизненную позицию. Этот пример, надеюсь, мотиватор для других зрителей. Сейчас буквально коротко я хочу передать слово Екатерине. Как вам такая позиция? И я знаю, что даже в условиях пандемии сегодня в стране работает немало инициатив, направленных на борьбу с деменцией. Да, совершенно верно. И конкретно в нашей организации мы уже начали работать 4 года назад и продолжили работу сейчас. Некоторых, кого смогли, обучили работать в Skype, с кем-то по Viber, с кем-то просто по телефону. Но мне нравится очень посыл Ольги, и спасибо ей большое. Когда мы перестанем думать, что активный образ жизни это профилактика, мне кажется, что у нас будет большое будущее. Это будет такой, знаете, образ жизни за достойное долголетие. Наверное, тогда мы легче будем обнаруживать какие-то клинические проявления и не будем все списывать, когда приходит пожилой человек к врачу, а он ему говорит, а что вы хотите, это возраст. Активный образ жизни, хорошее настроение и еще. Вот я слышал, эксперты советуют, нужно делать что-то новое. Если ты умеешь вязать, это хорошо, но двигаться нужно в следующем направлении. Постигай азы, я не знаю, кисти, красок и так далее. Каждый день, каждый месяц, каждый год что-то новое. Совершенно верно. Но тут главное, чтобы был выход из зоны комфорта. Может быть, это что-то более-менее привычное, но то, чего вы никогда не делали. И при этом, когда вы делаете это не один, а с кем-то, то это значительно улучшает и настроение, и состояние. И даже те люди, у которых уже есть диагноз, деменция, они очень скучают без группы. Вот удивительно. То есть они не помнят, чем мы занимались, но они помнят, что там прекрасные женщины, прекрасно их кормили. И вот это, вообще-то, тоже говорит, что это хороший способ для профилактики. Спасибо большое. Анжелика. Я просто не могу не добавить про активность Ольги Ивановны. На самом деле, Ольга Ивановна, я правильно понимаю, картины, которые мы видим за вашей спиной, это ваше творчество, да? Да. Да. Дело в том, что вот в этом проекте, скажем, одиночества нет, совершенно непроизвольно. У нас стали развиваться такие активности для волонтеров в возрасте, которые мы сначала, в общем-то, планировали просто как возможность их, ну, такого релакса, что ли, психологического отдыха, потому что эти волонтеры занимаются поддержкой пожилых, бывших узников нацизма, которые уже не могут выходить из дома. Ну, и совершенно очевидно, что им самим тоже, как любым волонтерам, необходима некая поддержка от нас. И тогда мы предложили, ну, разные там сначала мероприятия, потом экскурсии, какие-то еще развлечения. Мы смотрели на это как на развлечения. Но потом в какой-то момент нам пришла идея предложить им возможность научиться рисовать. И мы пригласили профессиональную художницу. И Ольга Ивановна, которая, поправьте меня, если я ошибаюсь, так же, как и другие участницы творческой мастерской, никогда до этого не пытаясь рисовать, писать картины, впервые взяли в руки кисти. Прошло с тех пор 4 года, по-моему, да, или уже около 5. И вот их, ну, вот эта работа Ольги Ивановны, она у нас отличается особым талантом. Вот. Теперь они пишут рассказы. То есть мы предложили год назад им возможность попробовать себя в литературном творчестве. Теперь они пишут рассказы. Вот Ольга Ивановна об этом тоже упоминала. И что очень здорово, ну вот если уже мы говорим об Ольге Ивановне, мне что очень нравится, она действительно везде, вот во всех активностях. Первый, по-моему, участник. Нужен перевод? Пожалуйста, перевод. Ольга Ивановна не сказала, что она еще и профессиональный переводчик с немецкого. Вот. Никаких отказов, никаких расслаблений для себя там мы не видим. И это не единичный проект и инициатива, которую поддерживает общественное объединение взаимопонимания? Ну, здесь на самом деле, знаете, у нас есть проект, который мы реализуем, вот как, например, скажем, одиночеству нет. Он один такой. Но у нас есть программа «Место встречи и диалог», в рамках которой реализуется вот на сегодняшний день, либо уже завершено, либо еще продолжаются 160 проектов. И на подходе еще 9 новых. Но эти 160 проектов реализуют другие организации на всей территории Беларуси, в том числе есть и в Гомельской области, и в Гомеле. Но среди всех этих вот большого количества проектов только один прямо направлен на работу с людьми из деменции. Это проект, который представляет Екатерина. Здесь это проект организации «Хэситрахамим» в Минске. И они, конечно, огромные молодцы. Они работают с иностранными партнерами. И, соответственно, приносят сюда такой качественный, хороший опыт. Я знаю, что их коллеги в Гомеле тоже взялись. Первые шаги делают в профилактике деменции. Да. Это будет второй проект. Но он вот только-только начинается. К сожалению, история с ковид-эпидемией тормозит многие вещи в развитии. Но я думаю, что у них тоже получится. И здесь, что очень важно, здесь очень быстро коллеги мои из «Хэситрахамим» поняли, что нужно действовать не только в направлении самих людей, которые живут с деменцией, но и задействовать их семьи, их родственников, и задействовать общественность. То есть очень важно сегодня, чтобы как можно больше людей, даже если их это не касается, и дай бог никогда не коснется, знали о том, что такая беда в нашем обществе сегодня, к сожалению, существует. Международное общественное объединение взаимопонимания. С 2009 по 2020 годы при поддержке немецкого фонда FAUZ «Память. Ответственность. Будущее» реализовано 160 проектов, направленных на поддержку бывших узников национал-социализма и повышение качества жизни пожилых людей. Общая сумма финансирования – около 3,5 миллионов евро. Государственными организациями реализовано 39 проектов, негосударственными – 121 проект. Из них в Гомельской области 17 проектов, 2 в государственных и 15 в негосударственных организациях. Когда-то я услышала от одного доктора слова о том, что да, вылечить невозможно, но и думать, что все необратимо в деменции, тоже неправильно. Многие процессы можно вернуть, открутить назад и вернуть человеку определенные навыки. Я ему безумно благодарна, потому что для меня это был очень важный импульс. И потом, впоследствии, несколько раз нам удавалось возвращать определенные навыки. У меня мама теряла речь, она переставала говорить, издавая какие-то нечленные раздельные звуки. У нее терялась способность глотать. После инсульта у нее, она в этом состоянии пережила еще инсульт, у нее потерялась, ну, нарушилась функция движения рукой, ногой, причем была поражена рука, которой надо было кушать. И только через как раз двигательную активность нам удавалось восстанавливать эти функции. То есть в какой-то момент мы осознали, что нужно нагружать ее какими-то вещами, которые она способна делать, и она это делала. Мы создали для этого условия. При нас или без нас она могла двигаться, она могла что-то делать, и эти функции возвращались. И на самом деле за 13 лет она так и не легла. Она до последнего дня, до последнего момента, она передвигалась сама, она кушала сама. И даже, в общем-то, душа она принимала тоже сама, в присутствии, конечно же, под контролем, но сама. Итак, уважаемые гости, сегодня мы подняли сложную, действительно сложную, но очень важную тему и проблему. Время подводить итоги. У каждого из вас по традиции есть буквально по 30 секунд для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Я в этом абсолютно твердо уверена. Не надо молчать, искать помощь. Если помощи таковой, что ли, официальной, институциализированной мы, возможно, получить не можем, но так складываются обстоятельства, то точно не надо опускать руки. Двигательная, зрительная, слухоречевая, обонятельная память, есть упражнения, с ними можно ознакомиться. Надо это делать. То есть, по крайней мере, не вылечить, но не дать прогрессировать и компенсировать имеющиеся дефициты. Вот с верой во все это, правда, живется лучше. Многое зависит от нас и наших близких. Действительно, нашей активности неравнодушие. Но, если что, специалисты готовы подставить плечо? Государство всегда готово подставить свое плечо, потому что, вы знаете, сегодня очень для меня была познавательна эта передача. И хотелось бы, конечно, чтобы наши учреждения, в которые могут попасть такие люди, они все-таки соответствовали сегодня тем требованиям, практически, чтобы были как домашние условия. Анжелика. Да, и я хотела бы обратиться ко всем родственникам. Я как член семьи, где жил долгое время человек с деменцией, считаю себя вправе это сделать и даже обязанной, наверное, это сделать. Мне бы очень хотелось попросить всех не молчать. Во-первых, нужно говорить о проблемах, которые возникают в этой связи. Иначе вопрос этот не решится никогда, на мой взгляд, если мы будем продолжать молчать. И второе, это, наверное, даже не знаю, советом не хотелось бы это называть, но это призыв, наверное, не просто не опускать руки, а попытаться держаться в руках. Это очень сложно, очень тяжело эмоционально. Но чем быстрее мы научимся не давать волю своим эмоциям в такой ситуации, а действовать разумно, хладнокровно и рационально, тем больше будет пользы для всех, и сохраннее будет семья, и больше пользы и поддержки будет для самого человека с деменцией. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»